Свой отчёт Аким Ахмеджан Исимов начал с обзора экономического развития. В 2011 году валовый региональный продукт вырос на 8% и составил 4 триллиона тенге. В расчёте на каждого жителя это 19 тысяч долларов США, что соответствует уровню высокоразвитых европейских стран. Алматы по-прежнему самый инвестиционно привлекательный город республики. Активно внедряются инновационные разработки. В прошлом году по карте индустриализации одобрено 9 проектов на сумму 172 миллиарда тенге. Всё это, несомненно, повлияло на рост промышленного производства. По сравнению с 2010 годом он вырос почти на 15%. Несмотря на экономический кризис, за два последних года наше предпринимательство не только восстановилось, но и укрепилось. Количество активных субъектов МСБ за прошлый год увеличилось на 13,3%. И в этой сфере сегодня трудится 373 тысяч алматинцев, почти половина экономически активного населения города. Лидирует Алматы по объёму торговли. Розничный товарооборот вырос на 6% и достиг 1 триллиона 140 миллиардов тенге. Предпринимательская активность населения повлияла на рост налоговых поступлений. В прошлом году впервые в истории города собрано рекордное количество налогов – 1 триллион 276 миллиардов тенге. Не последнюю роль в этом сыграли и меры, принятые руководством города для искоренения теневого бизнеса. Повысился и уровень жизни алматинцев. Среднемесячная зарплата составила 124 тысячи тенге, что на 7% больше уровня 2010 года. Благодаря социальным программам заметно меньше стало безработных. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до отметки 0,4% к численности экономики. активного населения. Здесь свою роль сыграли мероприятия по борьбе с безработицей. Проводились ярмарки вакансий, продолжались программы по организации общественных работ, молодежная практика в учреждениях города, организация курсов профобучения. Заметно снизилась инфляция. В прошлом году цены повысились на 6,8%, что на 0,6% ниже общереспубликанского показателя. В целом, это наименьший годовой показатель инфляции за весь период учёта с 1994 года. Добиться этого удалось главным образом за счёт политики Акимата по стабилизации цен на продовольственные товары. В прошлом году при участии СПК Алматы создан стабилизационный фонд продовольственных товаров, аккумулирующий основные виды продовольственных товаров, которые планово реализуются через крупные торговые сети города по фиксированным ценам. Всё это является сдерживающим фактором в росте инфляции. Реально располагаемый бюджет Алматы в 2011 году составил 276 миллиардов тенге, что позволило финансировать практически все отрасли экономики и особенно социальную сферу.